Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! В этом видео я, Пашкевич Анна, расскажу вам о двух фазах созревания перца, о том, в какую фазу его лучше собирать и какие преимущества вы получите от сбора перца именно в эту фазу. Как известно, перец теплолюбивое и медленно растущее растение. В среднем сумма активных температур должна составлять порядка 3000 градусов. К сожалению, для условий Центральной Беларуси, впрочем, как и для широты Москвы, сумма активных температур не превышает 2400. Поэтому мы вынуждены высаживать перцы рассадным способом, высевая семена уже в феврале, также выращивать его под укрытием, собирать недозревшие плоды и отправлять их на дозаривание. Существуют две основные фазы созревания перца. Это техническая и биологическая. В фазу технической спелости плоды у нас, как правило, светло-зеленые, могут быть темно-зеленые, а также молочного цвета. Они глянцевые, твердые, упругие, уже не растут. Семена в них полностью созрели. И перец переходит в другую стадию, которая называется биологическая. От момента перехода перца к биологической фазе с технической проходит порядка 25-30 дней. Конечно, можно оставлять созревать перцы на кусте, в фазу технической спелости, доводя их до биологической. Но когда мы собираем перцы в фазу технической спелости, отправляем их на дозаривание, то получаем ряд преимуществ. Первое и самое важное, мы разгружаем наши кусты перца. Таким образом, оставляем возможность и силу растения для формирования следующего урожая. Соответственно, мы повышаем общую урожайность перца с куста. Также мы снижаем риск поражения плодов различными болезнями и вредителями. И что самое важное, в фазе технической спелости ароматичность плодов наибольшая. Плоды лучше снимать с куста с помощью секатора, ножниц, ножа, какого-то острого предмета, отрезая и оставляя часть черешка. Таким образом, мы снижаем риск попадания какой-либо инфекции через стебель растения. Нежелательно срывать или выкручивать плоды перца. На дозаривание мы собираем полностью сформированные плоды, которые соответствуют и по внешнему виду, и по размеру, тем характеристикам, которые были заявлены производителем семян. Также мы отбираем плоды, которые не повреждены болезнями и вредителями. Весь собранный урожай мы отправляем на дозаривание в какие-нибудь дышащие емкости. Например, в ведра. Желательно, чтобы это были не капроновые, а эмалированные ведра. Также пригодятся картонные ящики или, как в моем случае, корзина. Для того, чтобы ускорить процесс дозаривания, можно вместе с перцами, которые в фазе технической спелости, положить на дозаривание 1-2 плода в фазу биологической спелости. Или, например, положить 1-2 яблока, поскольку созревшие плоды выделяют газ этилен, а как известно, именно этилен запускает процессы созревания плодов. Также при повышении температуры, при которой происходит дозаривание перца порядка 23-26 градусов, мы незначительно, но ускоряем процессы созревания плодов. Если вы решите собрать семена с приглянувшегося сорта перца, то лучше оставить в плоды фазу технической спелости до полного или биологического созревания на кусте, пока из зеленого, светло-зеленого или молочного он не превратится в красный, оранжевый или, например, фиолетовый. В среднем от фазы цветения до наступления технической спелости проходит порядка месяца. Поэтому перед тем, как принимать решение оставлять бутоны, завязи на кусте, необходимо подумать, какие погодные условия будут характерны для вашей местности через 30-40 дней. Если погодные условия, как у нас, не будут позволять перцу дойти до фазы хотя бы технической спелости, то тогда нам необходимо провести нормирование путем удаления завязавшихся плодов небольшого размера, также бутонов и цветков, и прищепнуть верхушки, чтобы дать возможность тем плодам, которые уже находятся на стадии доращивания, наливания, дойти до технической спелости. На этом я заканчиваю свое видео. До встречи на канале Процветок. Не забывайте радовать нас своими подписками и лайками. Всего вам доброго!